Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут напрягло Евгений. Я архитектор, и по роду своей деятельности мне частенько приходится заниматься анализом и поиском решений различных интересных, не очень интересных, а часто достаточно противоречивых проблем. И сегодня я хотел бы поделиться с вами инструментом, который я для себя нашел во время очередных вот таких вот изысканий. Инструмент называется CLR Hosting API и предназначен для решения достаточно большого круга задач. И в то же самое время, на мой взгляд, незаслуженно он остается в стороне, обходится он вниманием сообщества разработчиков. И сегодня хотелось бы закрыть этот пробел и показать о том, что есть такой инструмент. Формат лекции у нас будет overview. То есть я вкратце расскажу вам о том, что это такое, для чего это нужно, какие проблемы предполагается решать с использованием этого инструмента. И расскажу, собственно, о той проблеме, которая и натолкнула меня на его поиски. Я уверен, все вы знаете, что в принципе любое .NET приложение в рантайме состоит из двух частей. Это, собственно, сам рантайм, в котором выполняется наш управляемый код и находится бизнес-логика нашего приложения. И так называемый application host. Это нативное окружение, в котором работает .NET и который является прослойкой. То есть рантайм является для нас прослойкой между нативными сервисами операционной системы и нашим менеджер-кодом. Но я уверен, очень мало кто из вас задавался вопросом, а можно ли что-то с этим вот нативным рантаймом делать, можно ли его как-то кастомизировать. Так или иначе, если вы пишете достаточно большое количество кода, наверняка вы все сталкивались с ситуациями, когда вам что-то не нравится в .NET, что-то хочется поменять, что-то изменить. Особо наболевшая ситуация – это сборщик мусора, это память, это вывод, многопоточное окружение. Это те вещи, которые менеджер-кодом не дает нам менять. То есть они у нас есть из коробки, у нас есть классы, у нас есть трэдпул, например, для менеджмента потоков. Сборщик мусора вообще, в принципе, нам недоступен, он живет своей жизнью. Мы можем разве что только попросить его собрать какие-то объекты, которые нам кажутся. Но, тем не менее, вариант подмены вот этих вот сценариев, он существует. Но для этого придется погрузиться в нативную разработку. С одной стороны, это плохо, потому что мы все привыкли к менеджер-языку, к C-шарпу, ко всем прелестям, которые дает нам рантайм. Но, с другой стороны, это же и хорошо, поскольку вы не будете пользоваться этим инструментом до тех пор, пока у вас не возникнет в нем реальная необходимость. Потому что инструмент этот очень мощный, и сделать выстрел себе в ногу можно тоже очень просто. Позволяет этот инструмент кастомизировать достаточно большое количество подсистем, на которые опирается рантайм в ходе своей работы. Это синхронизация, это менеджмент потоков, менеджмент памяти, сборчик мусора, ввод-вывод и различные полиси, которые управляют порядком загрузки сборок, порядком реагирования энваромента на различные ситуации сбоев или каких-то событий, связанных с нормальным выполнением программы, такие как создание, выгрузка домена приложения, создание, остановка потока, возникновение каких-то исключений и так далее. Любую из этих систем вы можете переписать. То есть вы можете написать код, который целиком заменит этот кусок рантайма на свой собственный. Если вам не нравится, например, как сборщик мусора взаимодействует с операционной системой и запрашивает и освобождает на нее память, вы можете написать свой локатор. И сборщик мусора будет работать с ним, и вы сами сможете управлять тем, какое количество памяти в какой момент ему доступно. Если, например, вам нужно загружать сборки из какого-то экзотического места, например, из интернета, достаточно, кстати, такой сценарий, который встречается, то есть вариант переписать загрузчик сборок. Если у вас есть какой-то сложный ввод-вывод в приложении и возможностей той обертки, которая есть в Дутнете, вам недостаточно, вы можете реализовать свою подсистему вводовывода. И любой менеджер-код, который будет запущен в рамках вашего хоста, будет использовать уже вашу реализацию, а не стандартную. Точно так же, например, переопределив систему полиси менеджмента, можно управлять реакцией системы по умолчанию на сбои. Например, если у вас произошел стек-оверфлоу, какое-то исключение, то в менеджер-коде вы ничего с ним не можете сделать. Объективно, если у вас в программе сорвался стек, вы не сможете нормально прореагировать на это. В то же самое время, находясь в рамках нэтивного окружения, вы уже можете что-то с этим сделать. Вы можете, например, взять стек побольше, просто терминировать поток, который завершился неудачно, и перезапустить вычислительный сценарий заново. Таким образом мы повышаем reliability нашей системы. Основные цели, которые преследовал Microsoft при создании этого инструмента, их не так много. То есть в основном этот инструмент предназначен для мониторинга и диагностики. Очевидно, DevOps это то, что продается здесь и сейчас, поэтому было бы странно делать какой-то инструмент, который не помогает в разработке решений, облегчающих жизнь DevOps. Вторая область целей – это всевозможная кастомизация. Об этом я уже вкратце поговорил. И управление доступом. Давайте предположим сценарий, достаточно тоже практически, когда у нас есть большое приложение, которое мы пишем, большим количеством команд, которые географически еще и распределены. Предположим, что архитектура этого приложения большого включает в себя слой платформы. И какое-то количество подключаемых модулей, которые специфичны для каждого вендора и которые пишутся продуктовыми командами удаленно. И вы хотите задать им какие-то ограничения, диктуемые вашей архитектурой платформы. Например, что подключаемые модули не могли показывать свой собственный UI. Например, сколько таких ошибок в моей личной практике было, когда я брал какой-то код, какой-то сервис, например, в котором возникает ошибка, в треке «Ч» стоит месседжбокс, он вылетает на экран, все, вся обработка останавливается. При этом вы об этом никогда не узнаете, потому что месседжбокс покажется, что на другом сервисном десктопе. Возникают проблемы. Поэтому с помощью этого инструмента можно в принципе запретить коду обращаться к тем или иным участкам API. То есть вы можете запретить вашим модулям в принципе обращаться к любым библиотекам, которые показывают UI. Например, вот вы можете в библиотеке стандартной, там, WPF, WinForms, вот вы можете полностью их исключить из доступных для загружаемых модулей. И последняя часть целей, которые преследовали созданием данного инструмента, это расширяемость в первую очередь на этих платформ. Речь идет о бесшовной интеграции больших нативных приложений с какими-то участками бизнес-логики, которые потихонечку переписываются на дотнете. Сейчас, конечно, этот пункт уже не актуален от слова совсем. Уже все, что можно было и нужно было перевести, переписать, уже давно переписали. Но, тем не менее, все равно он остается, никуда не девается. И в этой же зоне у нас есть интеграция. Про интеграцию, в общем-то, будет сегодняшняя демо, которая будет в конце лекции. И очень часто бывает такая ситуация, когда необходимо инкорпорировать в одно приложение различные компоненты, написанные на разных версиях дотнета. Например, второй и четвертой. Это достаточно тяжело и нетривиально сделать. Особенно, если предположить, что есть еще какие-то версии, часть программы еще и unmanaged. Поэтому с помощью этого инструмента можно делать столько хостов, сколько нам надо. То есть мы можем сделать отдельно хост для второго дотнета, отдельно хост для четвертого дотнета и так далее, и так далее. И в каждый из этих хостов грузить те модули, которые нам нужны. В рамках одного execution unit, в рамках одного приложения, одного процесса. Соответственно, у нас вырисовывается и целевая аудитория для каждой из этих зон интереса. То есть мониторинг и диагностика нас интересуют с точки зрения создания решения для development operations, кастомизация и управление доступом. Это продуктовая разработка. И последняя, это всеми любимая интеграция enterprise решений. Второй большой пласт API, который нам доступен в рамках этого инструмента, это профилирование и отладка. Первая часть, соответственно, у нас кастомизация, вторая часть это у нас мониторинг. Мониторинг осуществляется с помощью двух больших групп API. Профилирование, отладка, соответственно. Они позволяют вам получать события о том, что в программе происходит. Например, с помощью debugging API вы можете получать нотификации о том, что меняется стек вызовов, например. Вы можете получить значения переменных в рантайме. Вы можете даже их изменить. Вы можете динамически переписать код любого метода прямо в рантайме. Профайлинг, очевидно, просто собирает статистику. О каких-то событиях, которые произошли в системе. И достаточно часто на продакшене у нас нет возможности поставить какой-то дебаггер или профайлер. Мы не можем поставить Visual Studio, мы не можем поставить JetBrains, например, DotTrace или еще что-то. Но мы можем включить какие-то минимальные функции, которые будут показывать нам о состоянии нашего приложения на продакшене прямо внутрь нашего приложения. Если при этом мы не будем пытаться отлавливать абсолютно все события в системе, это даже не принесет какого-то значительного перформанс-импакта. То есть приложение будет работать быстро. Но в то же самое время мы можем получать значительно большее количество информации о состоянии приложения, чем то, которое нам доступно, если мы просто пишем что-то в логе. С одной стороны у нас прикладной код становится чище. Мы можем убирать оттуда оверхед, который связан с логированием. И переносить это на уровень хоста, на уровень платформы. Рассмотрим базовую архитектуру этого инструмента. В принципе, она достаточно очевидная. У нас есть наш хост нейтивный, который мы кастомизируем и в который мы будем загружать наш .NET код. Есть рантайм и есть служебный компонент, который входит в состав .NET фреймворка любого, который отвечает за то, чтобы эти рантаймы загружать, инициализировать и создавать. Поэтому в тот момент, когда нам нужно загрузить какую-то сборку, нам нужно вызвать просто функцию, обычную он-менеджер C++ функцию, которая называется CoreBindToRuntimeX, передать ей версию .NET, который мы хотим проинициализировать в нашем приложении, и нам вернется ссылка на интерфейс ICLRRuntimeHost, который содержит в себе набор методов, которые необходимы для настройки компонентов рантайма. В дальнейшем, после того, как мы все эти настройки произвели, мы делаем метод start и передаем туда указательный интерфейс iHostControl. Интерфейс iHostControl по сути это фабрика, которая умеет создавать все подсистемы, о которых мы поговорили раньше. Когда среди выполнения требуется та или иная подсистема, она пытается получить экземпляры от этой подсистемы, используя интерфейс iHostControl. То есть это тот интерфейс, который мы должны реализовать у себя. С другой стороны, рантайм отдает нам интерфейс ICLRControl. Это интерфейс callback. С его помощью хост будет получать информацию о нотификациях, которые произошли в .NET. Здесь расписан более подробно весь флоу инициализации, которая есть. У нас есть хост, у нас есть mscore и рантайм. Мы вызываем функции, обмениваемся интерфейсами, вызываем метод start и загружаем сборку, указывая, что она должна выполниться в дефолтном АВП-домене. Рассмотрим подробнее самые интересные подсистемы. Подсистема загрузки сборок у нас позволяет выбирать местоположение, откуда сборки будут грузиться, позволяет осуществлять кастомный байдинг к версиям конкретных сборок и даже определять формат, в котором они могут храниться. То есть чисто теоретически вы можете вообще даже не использовать для хранения сборок PE-формат. То есть вы не обязаны использовать DLL. Вы можете в базу данных сложить EL-код и оттуда его грузить. Для того, чтобы это все работало, существует несколько интерфейсов, которые надо реализовать. Следующая интересная часть – это Synchronization Management. Она предназначена для переопределения стандартных примитивов синхронизации. На самом деле те примитивы, которые нам доступны в менеджер-коде, они опираются на соответствующие примитивы, которые предоставляются хостом. В данном случае есть интерфейс iHostSank Manager, который является фабрикой по созданию всех известных нам примитивов синхронизации. Это симафор, критическая секция и эвенты. Реализуя эти интерфейсы, вы заставляете приложение работать со своими версиями критических секций, симафоров и так далее. Это может быть полезно, если вы хотите написать какие-то такие примитивы, которые не будут переключаться, например, в режим ядра и будут работать на спинлоках. Почему нет? Policy Management. Это подсистема определяет то, как наш рантайм будет реагировать на определенные события в системе. События у нас делятся на две категории. Это сбои и, собственно, события. И реализуя интерфейс iHost Policy Manager, мы можем определить, какие действия рантайм должен выполнить при наступлении события или сбоя. Например, если мы видим, что у нас произошел стек-оверфлоу, мы можем задать action RudoBoard Threat. То есть просто этот поток тушим. При этом наш процесс остается вполне себе рабочим. Мы можем запустить другой какой-то поток, создать еще один домен, загрузить туда сборку. Все будет работать. Host Protection подсистема как раз позволяет переопределить возможности доступа нашего менеджмента кода к тем или иным участкам API. Можно запретить доступ, например, к рефлексе, к UI-компонентам, как я уже говорил, к компонентам синхронизации. Также это полезно, например, при реализации каких-то флоу, каких-то сценариев, которые управляют лицензированием, например, либо приложения, либо какого-то его компонента. То есть с целью затруднить анализ потрахов нашего приложения. Можно написать свой трэдпул. В принципе, тут все просто и очевидно. Просто определяем методы, которые используются же один к одному в менеджмент коде. Точно так же с портом завершения ввода-вывода. Та же самая схема. У нас есть два интерфейса. HostIO Completion Manager, который, собственно, берет на себя всю работу по созданию и поддержанию порта завершения ввода-вывода. И ICLR Completion Manager – это коллбэк, который вызывается, когда менеджер код хочет произвести тот или иной асинхронный вывод. Что же на самом деле тут особо никакой магии? Профилирование. Профилирование и дебаггинг, они имеют очень похожую на самом деле архитектуру. Один к одному. У нас есть хост. У нас есть наш таргет. Это код, который мы собираемся профилировать. Опять же, есть два интерфейса. Уже традиционно в рамках этого инструмента. Это коллбэк, по которому хост узнает о наступлении событий, когда у нас загружаются классы, создаются потоки, вызываются какие-то функции. И интерфейс, соответствующий со стороны хоста, который, собственно, осуществляет настройки. Что мы хотим, какого типа события мы хотим ловить и с какой частотой. Есть тут один нюанс. Код, который, собственно, эти интерфейсы реализуют, он не может быть написан на дотнете. То есть вы не можете написать, допустим, com-объект на дотнете и подсунуть его как-то в хост. Потому что тогда вызовы вашего же вот этого профайлера тоже будут ловиться этим же самым профайлером. И вы, в общем-то, сорвете себе стэк. Войдете в бесконечную рекурсию. Дебаггинг. Та же самая схема. Все то же самое. У нас есть опять два интерфейса. Один управляет настройками. Другой является коллбэком, который вызывается по наступлении различных событий. События, в общем-то, тоже достаточно стандартные. Вы со всеми ими сталкиваетесь, когда дебажите менеджер-код Visual Studio. Единственная разница, что тут вы это делаете не через Visual Studio, а через специально спроектированный интерфейс. Теперь подробнее о практическом кейсе, который у меня возник, который, в общем-то, привел к тому, что я закопался в этот инструмент. Был один ритейловый интерпрайс, в котором было достаточно большое количество отсоединенных источников данных. То есть речь идет о чем? Существовало достаточно большое количество небольших баз данных, которые синхронизировались руками ежедневно. То есть, грубо говоря, где-то человек на выезде, он что-то у себя, локальную копию данных модифицирует, потом приезжает обратно в офис вечером и синхронизирует это все. Пока таких источников данных по типам было мало, в принципе, у них все работало хорошо. То есть данные вводились со стационарных компьютеров, попадали в систему документа оборота и раз в месяц, раз в неделю генерировались отчеты. Но так как любая успешная компания росла, у нас появились еще источники данных, у нас появились таблетки, телефоны и даже вендинговые аппараты у них были, каждый из которых имел свою инфраструктуру, свое хранилище и свой софт, что самое важное, который конвертировал данные из формата, который поддерживался этими устройствами, в тот формат, который понимала система документа оборота. И ситуация была такова, что Enterprise рос за счет поглощения скупкой более мелких своих конкурентов, по сути. Зоопарк технологически там со временем вырос очень серьезный. И в конце концов, когда они уже не могли работать в такой схеме, им пришла в голову светлая идея, что надо бы все это как-то объединить каким-то одним способом и желательно еще и так, чтобы поменьше вот этим выездным инженерам приходилось в офис приезжать. И решение было найдено в виде виртуального принтера. На самом деле практически любая софтина умеет печатать. Поэтому для того, чтобы организовать для всего этого зоопарка софта какой-то единый интерфейс, какой-то единый entry point, достаточно просто написать свой принтер, а-ля как вот XPS, например, в Writer или PDF Writer. Точно так же есть принтер, который получает данные от устройства, преобразует их в нужный формат и складывает систему документооборота. Очевидно, что внутри этого драйвера, вот, кстати, схематично архитектура их инфраструктуры, которая была до принтера, то есть это просто ужас-ужас из зоопарка. И вот то, что получилось после принтера. Внутри самого драйвера поднимался хост дотнетный, который грузил в себя все приложения, которые умели конвертировать данные от этого устройства. Поэтому, когда к нам приходил принт-тикет с соответствующими данными, драйвер доставал эту информацию из тикета, парсил ее, там достаточно несложный парсинг, понимал, к какому модулю надо ее скормить для конвертации, модуль ее конвертировал, и в конце концов у нас все попадало в систему документооборота. Схематично выглядит это так. Возможность такая стала доступна, потому что начиная с Windows XP у нас появился UserModDriverFramework, мы можем любой пользовательский код туда писать. Соответственно, нам ничего не мешает даже и дотнет туда загрузить. То есть наша задача написать оболочку для драйвера, запустить там runtime host и загрузить плагинами наше приложение. Почему не получается это сделать с помощью интеграции COM? Во-первых, несмотря на то, что подход с использованием технологии COM был бы, по сути, полностью менеджер. Она достаточно простая в программировании. Использование CLR hosting дает нам reliability и бесшовную интеграцию с нативными сервисами. То есть у нас нет никаких моникеров, у нас нет никаких прокси, у нас нет модели апартаментов и многого-многого еще. Единственный недостаток, как уже было сказано у этой системы, это то, что придется почитать интенсивно книжечку C++ за 21 день. С другой стороны, опять-таки, в этом есть и плюс, потому что придется подумать, прежде чем браться за этот инструмент. И, соответственно, у интеграции с COM-объектами достаточно большое количество было и недостатков. Во-первых, это не всегда доступная инфраструктура, которая нужна для корректной работы COM-компонентов. Это низкая надежность. Если у нас свалился один COM-компонент, у нас падает опять-таки все приложение. Что для драйвера, вообще говоря, очень плохо. И диагностировать тоже достаточно тяжело. Я скажу даже так, что мы попробовали сначала COM, но у нас полезли очень-очень странные ошибки, которые дебажить было практически невозможно. Поэтому мы очень быстро от нее отказались и перешли на CLR-хостинг. Вопросы? Что? Ну вот, последние три слайда, это было демо. Спасибо.